Добрый вечер! Меня зовут Евгения Порошина. Я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня поговорим про принцип открытой двери и про принцип лёгкости в отношениях психолог-клиента. О чём это, если своими словами? Принцип лёгкости — это про то, что психолог открыто говорит о своих услугах, товарах, тренингах и так далее, даёт рекламу платную, пассивную, бесплатную и так далее, по-разному проявляет активность. То есть делает свои 10 шагов навстречу клиенту, но дальше следующий шаг от клиента. Если клиент делает к нам шаг, покупает у нас программу, консультации и так далее, отлично. Если клиент этого не хочет делать, мы не обижаемся на него, не догоняем и не ругаемся с ним, если символически. Делаем так, чтобы у человека осталось приятное впечатление после общения с нами, и эта дверь была открытой. Представьте дверь, открытую дверь. Вы знаете, что вы всегда можете постучать в этот дом, и вам откроют там дверь. Можно метафорой сказать символически, что психолог-коуч — это как гостеприимный хозяин дома. Когда путник устал, стучит в дверь, мы открываем и готовы поработать, гостеприимно встретить и так далее. Но если клиент просто там зашёл, посмотрел и ушёл, это тоже нормально. Оставляем право клиенту пока не хотеть покупать наши услуги, товары или вообще не хотеть. Так тоже бывает. То есть запомните для себя эту картинку, визуальный образ, принцип открытой двери. Это про долгосрочные отношения. То есть максимально психолог-коуч старается с клиентом выстраивать долгосрочные отношения, длительные, идти в глубину и так далее, а не краткосрочные на одну ночь. Я немножко размышляла над этой темой. Если убираем дуальность, хорошо-плохо, тогда получается, есть продавцы, которые будут звонить, будут настаивать. Если у нас психика ещё не слишком крепкая, мы согласимся на покупку, но внутри останется неприятный осадок. Это один стиль работы. Он, возможно, это как отношение на одну ночь. И в идеальном варианте всё-таки надо выстраивать честные, доверительные отношения с клиентом, потому что самое главное, почему мы покупаем, это доверие, и почему мы остаёмся лояльными покупателями. Вспомните себя в роли покупателя, продавца, особенно покупателя, где вы постоянный клиент или клиентка. Что вас привлекло? То есть разберитесь с этим принципом. И когда мы сами для себя понимаем, нам в роли клиента, что нам приятно, и тоже приятно и нашим клиентам. То есть должна быть лёгкость в этих отношениях. Это про стратегию выигрыш-выигрыш, про что-то приятное. Поразмышляйте, можете свои размышления, комментарии писать прямо в Ютубе, что вы думаете на эту тему. Приводите свои примеры. Порассуждаем вместе. Внизу будет ссылка на 10-дневный курс. Смотрите, если нравится, жду вас. И оставляйте почту 17-го числа для подписчиков школы. Занятие будет открытое. Будем разговаривать, как работать с чувством вины. Это центральное чувство, с которым надо научиться работать, сделать его осознанным. А что у нас осознанно, что мы видим, направляем луч своего сознания, тем мы можем управлять. Если это бессознательно, тогда это могут создаваться нехорошие сценарии в нашей жизни, если коротко. Поразмышляйте над этой темой. И напомню, что структура продаж простыми словами для психолога, коуча можно применить в любой сфере деятельности. Первое — это про осознание своих сильных сторон, как Личности, как профессионала, сильных сторон товара, услуги. То есть надо максимально сесть и в этом разобраться, прям прописать это. Второе — это работа с возражениями. Когда мы приглашаем человека во что-то новое, нормальная защитная реакция — «Стоп, подождите, я хочу присмотреться, может быть, где-то дешевле, что-то ещё». И мы человеку, как маленькому ребёнку, говорим «Да, я вас понимаю, ваши мысли и так далее, но смотрите, вот преимущество моей программы». Раз, и человек уже тогда думает. Большая вероятность, что человек купит, то есть либо купит попозже, либо просто уйдёт, но всё равно сохранится эта лёгкость в отношениях. То есть работа с возражениями, возражений бояться не надо, это естественный этап. Работа с возражениями — это про навык знать и открыто говорить о преимуществах своих услуг или товаров. И третий этап — про сам принцип разобраться, как вы покупаете, что внутри вы должны понять, что вас привлекает. И вот про открытую дверь, про лёгкость я сказала, то есть ценность своей услуги, своего товара, просто себя как человека мы должны знать и днём, и ночью. Часто мы как будто бы обесцениваем свои таланты. Таланты человек воспринимает как воздух, как рыба в воде. Кажется, что это есть у всех. На самом деле нет. У каждого свой талант. И важно, когда мы знаем свой талант, открыто об этом говорим, и уже тогда люди принимают решение покупать, не покупать, выстраивать с нами долгосрочные отношения или нет. Поразмышляйте об этом, про принцип открытой двери и про принцип лёгкости в отношениях психолог-клиент. Потому что есть две позиции. Нам не нравится, когда нам что-то впаривают либо навязывают. Вспомните свои такие случаи. И нам также не нравится, когда человек не слишком заинтересован в том, чтобы мы купили у него что-то, выстраивали с ним длительные отношения, даже в рамках покупки какого-то курса и так далее. Подумайте об этом, пишите свои размышления и всем хорошего вечера!